Доброе утро! Под стаффингом я понимаю распределение людей по проектам, в зависимости от скиллов, от потребностей и так далее. Наверняка в большинстве этих компаний это есть. Поднимите, пожалуйста, руки у кого есть. Окей, здорово. А теперь оставьте поднятыми руки те, у кого стаффинг работает хорошо. Ну, на ваш взгляд, может быть. Так, рук меньше, но все равно много. Супер, отлично. А поднимите руки те, кто знает, почему он работает хорошо. Один, два, совсем мало рук. Смотрите, на самом деле это нормально, причин может быть две. Первое это стаффинг, это такой некоторый черный ящик, туда попадают запросы, на выходе получается какой-то результат. Никто не знает, что внутри, какой механизм. Либо стаффинг работает как такая креативная штука, ничего формализованного под капотом нет. Это тоже нормально. На самом деле мы так очень долго жили, потом стали жить чуть по-другому. И вот об этом по-другому я как раз хочу сегодня вам рассказать. Представлюсь. Меня зовут Илья, я живу, работаю в городе Санкт-Петербург. Я менеджер, немножко консультант и тренер. 13 лет работаю в IT, из них примерно 9 управлений. Эксперт команды Стратоплана и в бывшем как раз директор производства компании LINEET, о которой сегодня буду рассказывать. Сейчас там занимаю скорее консультативную роль. И исполнительный директор компании SmartUp, что есть не что иное, как новая компания LINEET, которая занимается продажами и работой в России. Прошел путь от младшего разработчика до топ-менеджера компании, поэтому знаю всю подноготную достаточно хорошо. И учился в Стратоплане по курсу директора и закончил MBA. Пару слов о компании. Не рекламы ради, а контекста для. IT, консалтинг, аутсорс, не бодишоп. 16 лет работают на рынке США и Европы. На рынок России стали выходить только недавно, буквально вот в этом году в связи с понятными событиями. Весь штат примерно 200 сотрудников, из них где-то 150, это продакшн инжиниринг. Центральный офис находится в Нью-Йорке, два офиса разработки в России, соответственно, три новых офиса в Грузии, Армении и Польше на текущий момент. И важная штука, которая глубоко прошита в культуру нашей компании, это то, что мы очень гибкие, готовы меняться, готовы всегда реагировать на какие-то там внешние, внутренние факторы, запросы и так далее. Это нас очень сильно выручает и спасает зачастую. Цели сегодня у меня две. Во-первых, рассказать вам нашу историю про наш стаффинг, как он развивался, как он менялся, как мы решали некоторые проблемы. И показать вам те инструменты, которые мы применяли и которые доказали свою непосредственную эффективность. Минимум воды, максимум пользы. Центральной идеей, центральной историей во всем этом будет некоторое такое событие для нашей компании, когда мы сделали реорганизацию, поменяли орг структуру. Поэтому я расскажу, что было до, что было после, какие были проблемы и как мы их решали. Итак, компания до, как она выглядела? У нас была матричная орг структура, достаточно стандартная для IT тема. Соответственно, весь people management это функциональные департаменты, департамент разработки, тестирования, проектного управления и так далее. Весь delivery это, соответственно, проектный офис. Те, кто отвечают за то, чтобы заказчик получал то, что нужно. У нас были очень счастливые сотрудники. То есть иммораль была 5 плюс из 6, это достаточно высокий на самом деле результат. Мы получали максимум 1-2 запроса на ротации в месяц и жили с этим достаточно удобно и хорошо. И текучка была 5-10% в квартал, что в принципе ниже среднего по рынку для нашей отрасли. При этом был эффективный найм. Почему? Потому что, несмотря на то, что у нас была средняя достаточно зарплата по рынку, у нас был интересный оффер. Потому что мы предлагали не только возможность работать на проектах, делать свою работу, но и заниматься какой-то внепроектной активностью. Кого-то курировать, где-то выступать, какие-то инициативы придумать, внедрять и так далее. И зачастую людям, достаточно сеньорным, это нравилось. Поэтому к нам хотели идти, в принципе. Но при этом была очень низкая эффективность работы. То есть утилизация достигала хорошо, если 70%, то есть 2 трети часов инженеров только оплачивались заказчиками. И стоимость менеджмента при этом доходила до 30%. То есть это достаточно высокий такой показатель, в плохую сторону высокий для отрасли. Еще раз подчеркну, у нас были очень счастливые сотрудники. Они действительно кайфовали от того, что они делали. Как мы это проверяли? Давайте расскажу. Но сначала хочу спросить. Коллеги, поднимите, пожалуйста, руки. Кто контролирует тиммораль в компании? Тиммораль, она же лояльность, она же мотивация, она же, я не знаю, боевой дух команды и много разных других эпитетов. Как это правильно обозвать? Кто это делает? Поднимите, пожалуйста, руки. Окей, здорово. А кто измеряет? Вот не просто контролирует, что хорошо, плохо. Да, не знаю, понимает, насколько хорошо, насколько плохо. Может быть, какое-то цифровое обозначение. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, так, есть руки. Окей, здорово. Мы тоже измеряем и используем для этого два инструмента. Инструмент первый с одноименным названием тиммораль. Вот прям так он и называется. Что это такое? По сути, простая форма с вопросами, которые мы рассылаем, и сотрудники, соответственно, на нее отвечают. Заполняется она самим сотрудником, и в этом есть как бы и благо, и, соответственно, беда. С одной стороны, сотрудник отвечает честно. Здесь нет места субъективности какой-то. То есть сотрудник сам за себя говорит, хорошо ему или плохо. С другой стороны, пока гром не грянет, зачастую сотрудники ее не заполняют. То есть заполняемость имморали 30 хорошо, если 40% от всего числа сотрудников. Это такой себе результат на самом деле. Мы добавили туда галочку «хочу ротацию», для того, чтобы сотрудник мог, соответственно, инициировать этот процесс. Работало очень хорошо. Для чего, расскажу чуть позже. Рассылается вся эта история 2-3 раза в квартал. Чаще чем раз в месяц точно не стоит, потому что люди совсем перестанут ее заполнять. Мы пробовали, и там тренд был очень плохой. И нюанс в том, что для этой штуки нужен модератор. То есть нужен кто-то, кто будет эту форму отправлять. Будет, соответственно, пинговать тех, кто не заполнил. Будет собирать, агрегировать данные. Будет эскалировать какие-то конкретные вещи, которые нашлись во всей этой истории. И, соответственно, делать какие-то репорты. Очень простая форма. Ничего сверхъестественного абсолютно. То есть вопрос уровня, насколько я чувствую, что приношу пользу проекту. Понимаю, насколько моя работа соответствует моим личным целям. Ну и так далее. Ничего здесь сверхъестественного. На выходе получается вот такой график, который агрегирует всю информацию. Можно, соответственно, увидеть, что происходит. То есть есть средний тренд морали. То есть по шестибальной шкале мы видим, где мы находимся. В целом по отдельным каким-то категориям, допустим. То есть интересность проекта, загрузка, развитие и так далее. Второй инструмент, который очень гармонично дополняет первый, мы его условно назвали People Status. Идея была не наша. Мы ее посмотрели, если я не ошибаюсь, на конференции REIT 2018 года. Немножко адаптировали под себя, заиспользовали и пошло прям очень хорошо. В чем здесь идея? Во-первых, эта штука, наоборот, заполняется руководителем или HR. То есть, соответственно, на один на один, допустим, встречи, задаются какие-то хитрые вопросы, которые позволяют понять, какой все-таки уровень тимморали сейчас у сотрудника. И после этого, соответственно, данные вносятся в этот инструмент. Естественно, здесь есть проблема. Несмотря на то, что заполняемся в этом случае будет выше, то есть, в принципе, мы достигали и 100% заполняемости, потому что дали команду HR-ам и руководителям заполнять информацию. Но данные достаточно субъективны. То есть, это видение руководителя, как он считает, какова тем мораль человека на текущий момент. В этом есть определенная сложность. Нельзя же подойти в лоб сотруднику, спросить на тет-а-тете, дружище, оцени по шестибалльной шкале, насколько ты там замотивирован работать. Иногда так можно, но не всегда работает хорошо. Под капотом три простые лампочки. То есть, три вопроса, на которые нужно найти ответ. Вопрос первый – лояльность компании. Насколько человек в целом доволен тем, что он работает в этой компании. Вопрос второй – удовлетворенность конкретным проектам, тем, что он делает именно сейчас, ту работу, которую он выполняет. И третье – это качество работы. Это наоборот, насколько мы, как компания, довольны тем, что делает сотрудник. То есть, здесь могут быть какие-то варианты, что мы хотим его досрочно повышать, либо, допустим, все идет по плану, все хорошо, или мы недовольны его работой, и тогда нужны какие-то там действия, мотивация, морковка с какой-то стороны и так далее. Также дискретная шкала, но только с таким наименованием. То есть, от совсем недоволен до очень доволен, но, по сути, там такая же шестибальная шкала внутри. Это позволяет как эскалировать отдельные какие-то кейсы, когда мы видим, что резко, допустим, скакнула тем мораль вниз, так и прослеживать исторический тренд, что позволяет принимать грамотные управленческие решения на самом деле. То есть, если мы видим, что, допустим, мы недовольны работой сотрудника, при этом его тем мораль начинает падать, допустим, в случае, если сотрудник приносит нам, не знаю, заявление, говорит, я хочу уйти, стоит ли нам его удерживать? Скорее всего, нет. Если, допустим, человек доволен работой, но, соответственно, недоволен проектом, эти две вещи начинают расходиться, а очевидным решением будет ротация человека. Если две эти вещи падают параллельно, очень часто причиной является некоторое выгорание, нужно там человека отправить в отпуск, а потом вернуться к этому вопросу снова. То есть, такие вещи, они позволяют, соответственно, подсветить. Основной проблемой инструмента является приватность данных. То есть, изначально мы пробовали это все как MVP запустить на Google Шитах, в итоге замучились тем, что там темлит поменялся, надо как-то спрятать прежнее, потом отобразить новое, вот какая-то вот это вот катавасия. В итоге все это занесли в ерпишку нашу внутреннюю, стало работать лучше, удобнее, но как бы понятно, что накладные расходы достаточно высокие в этом случае. Нужен некоторый контроль заполняемости, особенно если мы говорим о том, что первой точкой является, допустим, темлит. Потому что у темлида все это в голове, в принципе, есть, ему не всегда нужно эту информацию заносить. Поэтому если руководитель не будет спрашивать, допустим, дружище, как у тебя дела с тем моралью в команде, то очень быстро этот инструмент перестанет заполняться и приносить какую-либо пользу. Вот так эта штука выглядит. То есть три простые лампочки, максимально простые, три графика, которые рисует тренд, из которых можно делать определенные выводы. Ну и, естественно, сводная таблица, в которой можно фильтровать, смотреть, кто у вас в группе риска, кто у вас в прекрасном состоянии, сколько их, допустим, какую-то среднюю мораль по компанию вводить и так далее. Вот такой интересный инструмент. Еще раз подчеркну, у нас были счастливые сотрудники, но при этом абсолютно низкая эффективность работы. К чему это привело? К тому, что грянула пандемия, кризис, там разные заказчики отказываются, происходят какие-то странности. Мы стали считать деньги, поняли, что мы неэффективны, мы из этого просто не выберемся. И тут как раз-таки наступила та самая реорганизация, о которой я говорил. После реорганизации мы стали проектными, больше мы не матрица. Это означало, что мы взяли, собрали всех людей в единый продакшн и поделили их на несколько юнитов, несмотря на их направление работы. У каждого юнита был руководитель, соответственно, в этом юните несколько проектов, и все люди, которые работают на этих проектах, подчиняются этому человеку. И он один отвечает и за деливери, и за people management в этом юните. Удобно, на самом деле хорошо. Получили конкретно недовольных сотрудников, потому что помимо самой реорганизации нам пришлось, соответственно, порезать какие-то бюджеты и убрать многие вне проектной активности. Многие этим дорожили, многим это нравилось, и на выходе не все были готовы продолжать с этим работать. Тем мораль упала. То есть она упала до 4, в лучшем случае поднималась до 5. Запрос на ротацию стало очень много. То есть люди, получив первые такие звоночки, что может быть не очень комфортно, соответственно, стали куда-то это канализировать, выливать, и в первую очередь выливали это в запросы на ротацию. Терпеть больше не хотели. Текучка в отдельный квартал достигала 30%. Это просто космос, это ужасное на самом деле значение. Проблемой было то, что у нас стал очень сложный найм, потому что зарплата осталась средней, а оффер стал максимально стандартным, такой как у 95% компаний на рынке. Выделяться было очень сложно среди них. Кроме того, мы стали конкурировать не только в рамках городов Омска, Питера, Саратова, в рамках сначала всей страны, а потом и вообще всего мира. Стало очень сложно. Но мы решили изначальную проблему. Мы повысили эффективность. Эффективность стала, утилизация стала 90 плюс процентов. Мы стали действительно хорошо и эффективно работать. Стоимость менеджмента упала до где-то 5, максимум достигала 10%, что офигенный результат для отрасли, для нашей. Таким образом мы решили ту проблему, которая перед нами возникла, но создали себе новую. Прямо вот не с пустого, конечно, места, но тем не менее. Чтобы это решить, мы пошли двумя путями. Во-первых, мы стали работать над улучшением самого people management, самого процесса. Что сюда входило? Во-первых, мы немного поменяли процессы индивидуального развития, сделали аттестации почаще, какие-то контакты с людьми почаще, чтобы пересматривать их цели и заниматься чуть плотнее вопросами их роста и развития. Кроме того, мы добавили HR-ов, настоящих профессиональных психологов, которые не просто дублировали работу руководителя, задавали те же самые вопросы, а действительно могли помогать, могли более глубоко закапываться, видеть какие-то вещи, которые не видит среднестатистический people manager. И они действительно помогали и нам, и сотрудникам. Кроме того, мы внедрили обучение, то есть выделили под это какие-то деньги и, соответственно, запустили свой корпоративный университет. Обучение очень хорошо влияет на мотивацию, лояльность сотрудников. Также внедрили какие-то внепроектные активности обратно, те, которые мы, соответственно, убрали. Но здесь мы сделали чуть грамотнее, то есть добавили какие-то бюджеты, ограничения, чтобы это все не раздувалось до каких-то непонятных объемов, и мы могли это хоть как-то контролировать. А второе направление, как раз основное, про что я хотел сегодня рассказать, это улучшение стаффинга. То есть мы начали работать над тем, чтобы люди занимались той работой, которая им нравится, которая им действительно по кайфу. Здесь было два основных направления, над чем мы работали. Во-первых, мы наладили процесс ротации. Во-вторых, мы поработали над интересностью, реальной интересностью самих проектов, которые мы делаем. Начнем с первого. Что мы делали здесь? Немного проснемся. Коллеги, у кого есть ротации, поднимите, пожалуйста, руки в компании. То есть у кого люди могут переходить с одного проекта на другой, это нормальный налаженный процесс. Вау, рук очень много. Окей, здорово. А как хорошо работает этот процесс? Поднимите руки. Так, неплохо. Рук меньше, но в целом хорошо. Окей, здорово. Так вот, расскажу, как мы это делали. Во-первых, мы разгребли весь бэклог запросов. То есть, если помните, там было по 5-6 запросов в месяц в среднем. И понятно, что многие из них дублировались, но тем не менее было очень много запросов, которые нужно было как-то обработать. Мы их обработали. Понятно, что мы не можем ротировать всех одновременно, бизнес встанет, да, но мы можем сделать план, подойти к человеку, сказать, дружище, через 3 месяца ты выйдешь с проекта, или там через 2 месяца, через 6 месяцев. Любой какой-то дедлайн, какой-то план, он, соответственно, показывает, что мы двигаемся в правильном направлении, а не просто забили на то, что человеку хочется другой проект. Также мы составили планы по заблокированным сотрудникам. Было очень много ребят, которые, допустим, тимлиды на проектах, их очень сложно вывести, потому что заказчик их любит, они там проект знают хорошо и так далее. Очень часто они и сами не хотят выходить с проекта, но, допустим, упираются в какой-то потолок развития, там им нужно двигаться дальше. Допустим, чтобы стать архитектором, нужно что-то по архитекторе, позаниматься какими-то пресейлами какой-то такой работы. Соответственно, по всем таким сотрудникам, которые так или иначе встряли в своем развитии, мы составили планы и начали заниматься какой-то постепенной такой вот ротацией, адаптацией. Где-то внутри проекта могли находить им работу, чтобы они могли развиваться дальше. Где-то это не получалось. Приходилось, соответственно, находить какие-то варианты, чтобы их ротировать. Кроме того, вывели с проектов тех, кому не нравилось, где это было возможно. Естественно, поставили тех, кому нравится. Такой интересный ход. И важный момент, мы сделали процесс ротации максимально прозрачным для сотрудников. Прозрачные ротации. Что мы под этим подразумеваем? Как это работает? Во-первых, сотрудник может инициировать ротацию. Помните, я говорил про галочку, вот хочу ротацию в форме Team Morale. Это очень важно, потому что далеко не каждый сотрудник может прийти к своему руководителю и начать жаловаться на то, что ему что-то не нравится, хочет сменить проект и так далее. Очень часто люди терпят, 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 а потом это выливается в какие-то нехорошие последствия. Важно, чтобы у сотрудника была возможность это как-то инициировать более простым способом, скажем так. Мы ввели четкий SLA, что есть, допустим, месяц минимум, минимум, там, три месяца это средний результат, там, шесть месяцев максимум, в течение которых мы должны провернуть всю эту ротацию. И старались этим SLA, соответственно, соблюдать. Также мы очень-очень пытались доносить сотрудникам апдейты постоянно. То есть, если человек находится в некотором процессе ротации, мы старались ему там раз в неделю, раз в две недели каким-то образом доносить фидбэк, что происходит с тобой. То есть, мы там поговорили с заказчиком, согласовали, мы нашли замену, мы начали подготовку и так далее. И, соответственно, люди получали информацию, понимали, что это не где-то там кануло в лету, а мы действительно работаем над тем, чтобы им стало хорошо. Ну, и, соответственно, завели четкие критерии, когда можно, когда нельзя. Бывали разные кейсы, например, у нас достаточно длительные взаимоотношения с клиентами, но, тем не менее, контракты, они полугодовые, годовые и так далее. Естественно, если ты приходишь за месяц перед переподписанием контракта, клиенту говоришь, чувак, мы поменяем тебе половину команды, скорее всего, клиент расстроится. Поэтому мы решили, что определенные есть блоки времени, в которые мы не будем этим заниматься. Соответственно, мы не будем ротировать сразу много людей, это какой-то должен быть последовательный процесс по одному, по два и так далее. И эти критерии расписали, обозначили, в принципе, до сотрудников постарались донести. Вот, в принципе, все. Все. Вторым большим блоком стала работа над интересностью самих проектов. Что мы делали здесь? Коллеги, кто работает на интересном проекте? Поднимите, пожалуйста, руки. Где-то 50%, да? Окей. Наверное, все остальные на неинтересном, но я проверю. Кто на неинтересном проекте? Поднимите, пожалуйста, руки. Странно. А те, кто не подняли руки, вы как? Где вы работаете? Окей, я понял. Хорошо. Так вот, мы действительно вложились и поработали над тем, чтобы наши проекты стали интересными. Во-первых, мы начали популяризировать наши проекты. Оказалось, что многие сотрудники вообще не знают ничего шире, чем, собственно говоря, тот проект, та команда, на которой они работают. И какие вообще происходят движения в компании, какие проекты делаются, стартуют, завершаются. Да, об этом никто не знал. Мы решили эту проблему исправить. И начали рассказывать о том, что у нас действительно классные проекты, они действительно интересные. Также мы сделали сами проекты реально технически интереснее. И компенсировали сотрудникам тот дискомфорт, который они могли испытывать из-за того, что были у проектов некоторые особенности, скажем так. Популяризировали проекты. Что было здесь? Во-первых, мы стали отслеживать рейтинги интересности проектов. То есть стали спрашивать людей, насколько на их взгляд проект интересен, и, соответственно, что-то делать с этой информацией, с этими циферками. Кроме того, завели внутренние мероприятия, чтобы хвастаться, рассказывать сотрудникам, смотрите, ребята, у нас вот такой проект, сякой проект и так далее. Основные были два направления. Это ярмарки проектов. То есть раз в квартал, допустим, собираются представители каждого юнита и расскажут по одному проекту из своего стека, соответственно, что они делают, какие там интересные происходят события. Может быть, проект уже завершился, что уже сделали, каких результатов удалось достичь и так далее. Люди стали с интересом наблюдать за этим. Также запустили дайджесты. Мы стали делать ежемесячную рассылку, указывать информацию о том, какие проекты стартанули, какие завершились, с какими результатами. Кроме того, при старте проекта прилетает письмо, где расписана вся команда проекта, кто, соответственно, будет этим проектом заниматься, к кому можно приходить с вопросами. И по завершению проекта прилетает также письмо, что вот команда молодцы, с фотографиями, с именами, соответственно, проект завершен. Таких-то результатов удалось достичь. И также мы стали рекламировать нашу работу наружу, не только внутрь, но и наружу. Оказалось, это тоже очень действенная история. И тут два инструмента, которые я хотел бы вам показать. Нет, наверное, здесь один. Technical Summaries первый. Я не знаю, как это назвать по-русски. Технические выводы, техническое резюме. Я не знаю, что это такое, поэтому оставил название абсолютно английское. Что это такое? По сути, это некоторый документ, который имеет четкую структуру. То есть там нужно ответить на ряд конкретных вопросов, что происходило с проектом. Информация о клиенте, какая проблема решалась в рамках этого, что мы, как компания, сделали для клиента, почему мы считаем, что это интересно, какого результата мы смогли добиться, какие технологии мы использовали. И самое главное, самые крутые челленджи, которые были в рамках этого проекта, с которым мы столкнулись, как команда, как люди, как компания и так далее. Tech Summary можно писать много. То есть, по сути, по каждой проблеме, которая достойна внимания, можно написать одну Tech Summary. Может быть, несколько в рамках каждого проекта. Пишет кто-то из команды. Чаще всего это был Team Lead, иногда какой-нибудь сеньорный разработчик, допустим, тестировщик, какой-то инженер. Это важно, потому что здесь нужно описывать именно то, что делалось руками, с глубоким пониманием контекста того, что происходило. Это является очень классной заготовкой для маркетинга. То есть, получилось так, что мы как раз параллельно занимались развитием нашего американского маркетинга, и нам нужен был контент для того, чтобы генерировать какие-то статьи, материалы и так далее. И вот такие Tech Summary стали отличной заготовкой для контента, потому что, по сути, есть некоторая болванка, в которой описан кейс достаточно техническим языком, но добавить туда технического писателя, навести красоты, написать это в формате романа Достоевского, получается классная статья. И таким образом, соответственно, мы получили достаточно большой объем заготовок для маркетинга. Эту историю можно поставить на поток. Собственно, мы так и сделали. То есть, мы поставили себе цели получать от продакшена не менее пяти технических summary, или даже десяти, если не помню, не менее пятидесяти технических summary за квартал. Соответственно, каждый юнит-директор имел такие цели. Естественно, эти цели потом спускались в планах развития сотрудникам, тем лидам, да, и, соответственно, уже сотрудники должны были это все сделать. Таким образом, мы за год получили порядка 25-30 Tech Summary, при том, что там одновременно у нас работает порядка 35 проектов. Это достаточно хороший такой результат и очень большой объем контента, если с этим идти дальше в маркетинг. И эта штука очень хорошо влияет на мотивацию команды. То есть, оказалось, да, что когда человек пишет Tech Summary, да, он как бы выходит вот из того контекста, в котором он живет, смотрит немножко с другой стороны на тот проект, который он делает, и понимает, блин, мы действительно сделали крутую штуку, мы там решили действительно классную бизнес-проблему заказчика, да, причем классно ее решили. Очень часто приходили люди, которые вот примерно с такими фидбэками были, да, то есть я и не думал, что мы сделали что-то действительно важное для клиента, пока вот не написал этот материал. Также мы сделали проекты реально интереснее. Да, расскажу, что мы делали здесь. Во-первых, мы поработали над внутренними процессами и убрали там застоявшиеся классические проблемы, которые были. В основном мы работаем по скраму, и, соответственно, там большинство проблем, которые возникали внутри, они максимально типичны, да, какой-нибудь боттлнек на приемке, я не знаю, постоянные оверкоммитменты, такие вот вещи, да. Обычно это имеет вполне стандартные, понятные способы решения, то есть там исключение процентов 5, может быть, 10. Соответственно, мы сели, собрались, посмотрели там по всем проектам, которые у нас есть, какие мы можем, не знаю, сделать тимплейты для того, чтобы решать эти достаточно типичные шаблонные проблемы и попробовали с этим поработать. В итоге большую часть действительно решили, соответственно, остальное это был уже креатив, с креативом тоже поработали, но это меньшая часть из того, что было. И также внедрили процесс поиска технических улучшений на проектах. Вот об этом я хочу как раз сказать чуть подробнее, то есть в чем здесь суть. Мы действительно залазили в проекты, искали какие-то иногда недостатки, иногда просто возможности что-то улучшить, да, и потом предлагали заказчику это сделать. При этом получается, что каждому уровню здесь доступны свои улучшения. Допустим, если это delivery manager, в нашем случае unit director, то это чаще всего возможности для расширения контракта. То есть какой-то новый, допустим, модуль сделать, какую-то новую проблему решить в рамках текущего модуля и так далее. Если это team lead, очень часто он видит какие-то архитектурные улучшения, то есть можно фреймворк какой-то поменять, может быть какой-то, я не знаю, действительно архитектуру всю переделать. Почему нет? Инженер часто видит тоже какие-то фреймворки, улучшения кода, тех долг, опять же, почему нет, это тоже имеет право на существование. И дальше это все можно запаковать и предложить заказчику, соответственно, это сделать. Заказчик очень часто заинтересован. Для нас было сюрпризом, мы достаточно скептически изначально отнеслись к этой идее, но тем не менее большинство заказчиков были заинтересованы. Понятно, там не все хотят платить за это деньги, но тем не менее, там улучшения, конечно же, давайте какие-то делать. И таким образом мы получили достаточно хорошую положительную связь и внедрили очень много того, что предлагали. Иногда можно делать невидимые какие-то улучшения, то есть тот же самый техдолг, это можно как-то оборачивать, включать в основной скоуп, пытаться что-то переделывать и так далее. Это также можно поставить на поток. То есть мы для себя поставили целью получать не менее пяти технических улучшений в квартал, и точно так же наши коллеги, соответственно, залезали в проекты, глубоко искали возможности для улучшения, потом упаковывали это в какой-то пресейл, приходили к заказчику, говорили, смотри, у меня есть вот такая идея. Естественно, лучше с заказчиком разговаривать на бизнес-языке, соответственно, мы там внедрим новый сборщик, из-за этого у нас на 25% будет быстрее собираться проект, из-за этого эффективность повысится процентов примерно на 10, и, соответственно, ты будешь получать на 10% больше фичей. Вот примерно в таком формате. Работает достаточно неплохо. Понятно, что это легко реализуется в продукте. Если вы работаете на продуктового заказчика, он обычно очень чтит инженерные практики, качество кода, которое происходит в его проекте. Сложнее гораздо в аутсорсинге это все происходит. Это также сильно влияет на мотивацию команды. То есть мало того, что компания помогает людям внедрять какие-то действительно интересные для них штуки, они в этом сами принимают участие. Они сами находят, сами инициируют, и таким образом, по сути, сами продают это заказчику зачастую. Влияет очень классно. Ну и последний блок. Мы компенсировали некоторый дискомфорт сотрудникам. Коллеги, кто испытывает дискомфорт на работе? Поднимите, пожалуйста, руки. Вау! Совсем мало рук. Офигенно. А кто молчит об этом? Поднимите руки. Ага, есть несколько. Коллеги, не молчите, это очень плохо. На самом деле, руководители достаточно открыты зачастую к подобной обратной связи, поэтому не бойтесь все доносить. Итак, мы компенсировали сотрудникам дискомфорт. Во-первых, мы исправили процесс индивидуального развития. В частности, мы сделали так, чтобы цели сотрудников, которые мы им ставим на повышение, стали достижимы в рамках проекта. Оговорюсь, что не всегда это возможно, но по максимуму мы старались этого добиваться. Также мы разделили отдельно техническую ветку развития и темлицкую ветку развития. Кроме того, мы стали учитывать пожелания сотрудников. То есть мы добавили некоторую метку нравится-не нравится для тех скиллов, которыми владеют сотрудники, и стали это как-то учитывать при стаффинге, чтобы не ставить людей на те проекты, где они будут делать ту работу, которая им изначально просто не нравится. Ну и, соответственно, попросили наш дорогой стаффинг, чтобы он помимо списка скиллов, уровня этих скиллов, учитывал также и цели сотрудника по его развитию. Понятно, что, опять же, мы делаем бизнес, не всегда это возможно, но все-таки заглянуть туда и посмотреть, иметь эту информацию в голове, было для стаффинга, оказалось, полезным. И добавили некоторые финансовые мотивации там, где это было необходимо. То есть мы ввели лейтворки. Это ситуация, когда человек в принципе не перерабатывает с точки зрения рабочего времени, а также 40 часов в неделю, но работает по вечерам в некомфортное вечернее время. Дейлики, допустим, с заказчиком после 8 вечера и так далее. Они оплачиваются по отдельной ставке, несмотря на то, что это не переработки. И, соответственно, ввели бонусы за некоторый длительный вход в проект. То есть есть проекты, где порог входа, не знаю, полгода, например, то есть человека можно вывезти оттуда не ранее, чем через полтора-два года. И мы изначально договариваемся, смотри, дружище, вот тебе проект. Он не тухлый, это не болото какое-то. Просто есть условие, что ты туда заходишь надолго изначально. Поэтому там есть определенные квартальные бонусы, чтобы ты там не переживал. Но, тем не менее, если ты готов, ты заходишь туда надолго. Итак, про разделение веток развития. Что здесь было? У нас всегда была единая такая ветка развития. По сути, начиная от сеньора, ты должен был начинать так или иначе лидить проект, чтобы стать лидом, надо было его прям лидить и так далее выше. Естественно, были технари, которые этого не хотели, были лиды, которые хотели только лидить, не хотели развивать свою техническую какую-то экспертизу и так далее. Иногда проекты это позволяли. Мы это разделили. Соответственно, сделали так, что техническая ветка теперь она основная, ты, прокачив свои технические компетенции, можешь дорасти до архитектора, при этом темлицкая, она дополнительная где-то сбоку. То есть ты можешь на нее пойти, можешь не пойти. И развитие у тебя пойдет параллельно, если ты на ней, по сути. Это добавило дополнительной мотивации для темлицства. Кроме того, мы немножко поменяли систему начисления зарплаты. То есть за темлицство есть дополнительная отбавка, дополнительная премия. Соответственно, не просто так ты страдаешь от того, что ты темлиц на проекте. Для темлицства также ввели систему грейдирования. То есть там было три отдельные категории. Каждая подразумевала работу с проектами определенной сложности и определенную доплату за это. Как я сказал, развиваться можно параллельно, можно развиваться отдельно. То есть для проектов, допустим, которые челленджовые, сложные, но технически не очень такие прям навороченные, у людей появилась возможность действительно в это вкладываться и получать отдачу. То есть они развивались как темлиды, также получали прибавку к зарплате, и, соответственно, им это нравилось, они кайфовали. И наоборот, если проект достаточно простой с точки зрения темлицства, но достаточно сложный с точки зрения техники, человек мог также зарываться в технические проблемы, решать их и таким образом получать заслуженное повышение. Естественно, мы дали возможность технарям не идти в темлиды таким образом. Таких было немного, но тем не менее. И дали возможность темлидам реально тащить сложные проекты. То есть ты не просто делаешь, потому что делаешь, и это никак не скажется на твоем развитии, потому что тебе нужно, я не знаю, пресейлами заниматься, чтобы стать архитектором, но ты действительно делаешь, и ты получишь следующую ступень темлида и, соответственно, прибавку к зарплате. Вот такой интересный расклад. Инструмент седьмой. Пожелание по скиллам. Что это такое? По сути, простая галочка. Хочу, не хочу чем-то заниматься. Можно добавить геймификации в это. То есть можно добавить, не знаю, смайлики какие-то, опять же, категории и все что угодно. Плюсики, минусики. Важно, чтобы это было не только внутри ERP, что сотрудник заполнил список скиллов, такой хочу, не хочу, но и где-то эта информация учитывалась при стаффинге все-таки. Если этого не будет, то смысла в таком инструменте нет. Получается вот такая очень простая на самом деле история. То есть есть список скиллов, есть смайлики. Видим человека, который не очень силен в эстимациях, но очень хочет заниматься оценками, при этом достаточно неплохо в Drupal, но вообще ни в коем случае, пожалуйста, не надо. Вот такая история. Итак, после всех этих мероприятий мы пришли к некоторому состоянию нашей компании, которая есть сейчас. Как оно выглядит? Во-первых, у нас довольные сотрудники. Не супер счастливые, но нормально довольные сотрудники. То есть им мораль где-то 5 из 6, вот она на этом уровне держится, и это такой хороший стабильный результат. Интересность проекта, в которой, если помните, я говорил ранее, мы начали измерять, она, соответственно, тоже находится на уровне 5 из 6. Запросов на ротацию 2-3 в месяц. Такой нормальный объем, который мы можем переваривать, в рамках стандартного процесса не приводит к каким-то серьезным проблемам для нас. И текучка стандартная в отрасли 10-15% в квартал, ни больше, ни меньше. А эффективность сохранили высокую, как и была. То есть утилизация 90% где-то, и стоимость менеджмента 5, где-то 10%. Такой результат. Здесь я постарался вывести все инструменты, которые сегодня были, так или иначе. Какие-то мы подробнее рассмотрели, какие-то нет. Для чего? Если вы посмотрите на весь этот список, то вы увидите, что большая часть из них не про процессы стаффинга, а про заботу о людях. Какой из всего этого можно сделать вывод? Счастье в глазах смотрящего. То есть интересность проектов в глазах сотрудников. И, соответственно, для того, чтобы сотрудники кайфовали на своих рабочих местах, нужно просто взять и решить их проблемы, которые у них есть, ни больше, ни меньше. Ну и закончить хочу цитатой Мариты Акио, основателя компании Sony. Как бы вы ни были хороши или удачливые, как бы вы ни были умны или ловкие, ваше дело и его судьба находятся в руках тех людей, которых вы нанимаете. К чему это все? Если вы испытываете какие-то сложности, проблемы со стаффингом, решать проблемы нужно не с найма крутой команды стаффинга, привлечения консультантов и так далее. В первую очередь нужно поговорить с людьми, понять, чем они недовольны, дать им то, что они хотят и решить их проблемы. И тогда будет все хорошо. Соответственно, коллеги, счастливых вам сотрудников, но не забывайте делать проекты, все-таки мы делаем бизнес. На этом все. Спасибо за внимание. Готов отвечать на вопросы. Спасибо. Ну что, стратоплан, работа, мечты? Что? Стратоплан, работа, мечты? Почему нет? Отлично. Друзья, у нас есть минут 10 на вопросы. Поднимайте руки, наши ассистенты будут… Максим. А вот после того, как вы добавили people management, то затраты на менеджмент суммарные с people management какие стали? В целом мы сохранили вот этот баланс 50%, то есть где-то здесь. Условно, когда мы отрезали все, это было 5 с небольшим, допустим. Ну, колебалось, естественно, в зависимости от разных факторов. Соответственно, когда мы добавили потихоньку градус people management, мы достигли 10, иногда чуть больше, но вот в пределах 10 стараемся придерживаться. То есть примерно так. Сколько времени прошло с тех пор, как вы после реорганизации измерили показатели, они были не очень хороши, до тех пор, когда вы ввели новые инструменты и заново измерили показатели, увидели, что они уже работают? Если говорить про то, как мы внедрили инструменты измерения, мы это сделали почти сразу, потому что поняли, что у нас что-то пошло не так. Когда добились результатов, которые действительно достойны внимания, где-то полгода, может даже чуть больше. То есть словно реорганизация была у нас в феврале-марте прошлого года. Соответственно, финальная ситуация, про которую я сейчас описываю, это где-то начало вот этого года. Примерно так. Добрый день. Меня зовут Константин. Вопрос про текучку. Какое количество работников у вас суммарное? Какая текучка была до всех мероприятий? И проводился ли анализ ситуаций по увольнению сотрудников? И что делалось в направлении, чтобы снизить текучку? И по анализу? То есть есть ли структура кейсов увольнения? Да, хороший вопрос. Смотрите, текучка, в принципе, пытался отобразить. То есть у нас где-то 150 сотрудников инженерного состава. Соответственно, текучка до всей вот этой истории, до всех проблем с финансами, она достигала там, хорошо, если 10% была очень низкой. После того, как мы сделали реорганизацию, очень много людей поняли, что это не то, чего они хотят. И текучка там достигала 30%. То есть 25-30 было за квартал. Это очень много на самом деле. В течение где-то 6-7 месяцев примерно. Соответственно, когда мы в итоге пришли к финальному состоянию, сейчас это 10-15% средний по отрасли такой баланс. Анализировали ли? Да, естественно, мы анализировали причины, проблемы. Очень часто это были какие-то финансовые истории, потому что я опять же говорил о том, что мы старались поддерживать среднюю зарплату на рынке и не заваливать людей деньгами. И это, естественно, имело некоторые последствия, потому что всегда есть те, кто смогут дать зарплату больше. Здесь было очень сложно на самом деле конкурировать. Поэтому мы старались работать именно над теми вещами, которые про заботу как раз над людьми, то, что мы можем как компания дать в виде сервиса, возможности развития, возможности самореализации и так далее. В основном в эту сторону работали. И как раз это было частично про стаффинг, частично про people management. Какие-то вот такие вот истории. Привет. Большое спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос по поводу ротации. Сегодня по поводу нее был достаточно большой блок уделен. А дальше я услышал, что в рамках компании существует достаточно большое количество продуктовых команд и скрам команд. Проводилась ли ротация в рамках продуктовых команд? Если да, то какие проблемы возникали? Хороший вопрос. Не совсем у нас продуктовые команды. То есть это аутсорсинг, но есть продуктовые заказчики. То есть у них есть большая продуктовая команда, и мы к ней, соответственно, цепляемся и работаем каким-то образом. Вот это так выходит. Основная проблема – это более сложный порог хождения в этом случае. Потому что продукт, как правило, имеет где-то там под собой кучу того, что нужно знать. И это мы отразили частично в SLA. То есть есть ряд проектов, которые имеют сложный порог хода, поэтому ротация будет не месяц, а минимум три, например, происходить. Примерно, наверное, так. И, соответственно, стали работать над тем, чтобы люди получали какие-то апдейты за эти три месяца, а не просто кинули камень, да, и дальше ждут, когда же будет звук. Нет. Вот, соответственно, вот так примерно это выглядело. Спасибо. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Есть что взять на вооружение. Вопрос в следующем. Вы рассказали, какой ленточкой вы повязывали эти изменения, когда преподносили их заказчикам, но какой ленточкой вы перевязали это и преподнесли внутри команды, потому что чаще сопротивление таким изменениям в связи со страхом увольнения, со страхом снижения зарплаты встречаются именно внутри команды. Расскажите про ленточку внутри команды. Как вы уговорили сотрудников на такие изменения? Хороший вопрос. А на какие именно изменения? То есть смотрите. В целом, то есть пересмотр ротации, заполнение опросов, это все может скатиться в формализм, может скатиться в обязаловку. И как вы донесли до сотрудников, что действительно есть какие-то классные фичи, которые улучшат их жизнь? Хороший вопрос. Смотрите, у нас была основная проблема, когда мы реорганизацию делали. Здесь нужно было объяснить сотрудникам, что теперь мы живем по-другому абсолютно. И здесь мы ссылались просто честно на то, что у компании есть определенные финансовые обязательства. И, соответственно, мы должны в них как-то жить. Дальше в основном все те улучшения, которые я описывал, они так или иначе положительные. И, соответственно, достаточно было внедрить, посмотреть, что это действительно работает, и люди становились достаточно открыты к тому, чтобы это делать в принципе. Потому что здесь в списке не было как раз кнута, был только исключительно пряник в основном. То есть здесь какой-то проблемы не было. И это внедрялось, естественно, сверху вниз, то есть там стоп-менеджмент на уровень руководителей, дальше уже к сотрудникам. Руководителям мы объясняли это с точки зрения бизнеса. Нам нужно понимать, допустим, что происходит с тем моралью. Поэтому, пожалуйста, заполняйте people-статус в таком формате. С сотрудникам зачастую это доносилось с точки зрения, естественно, пользы им. То есть, ребята, вот тем мораль, если вы заполняете, мы знаем, что с вами происходит. Если вам нужна ротация, вы ставите галочку, мы реагируем. Соответственно, если вы не делаете этого, мы просто не знаем. Не потому что мы не хотим, мы просто не имеем информации. Поэтому, если хотите, чтобы это работало, чтобы вы получали определенную дозу внимания, пожалуйста, следуйте этим процессам. Вот примерно как-то так. Добрый день. Меня зовут Константин. Спасибо большое за доклад. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, при реализации данного процесса, поддержки и внедрения в жизнь, на кого упала большая нагрузка? Это на HR-отдел или все-таки нагрузка распределилась на все слои? Хороший вопрос. На кого легла нагрузка? Больше всего, естественно, это легло на руководителей, ну и, наверное, на HR, в котором приходилось так или иначе с людьми работать и доносить до них какую-то информацию, что все-таки это хорошо, правильно и так далее. Но большая часть работы была у руководителей стаффинга, где-то на стыке, наверное. Потому что у стаффинга появилась куча разных новых артефактов и условий, скажем так, которые они должны учитывать, когда выбирают человека на проект. А у руководителей получилась необходимость, соответственно, во-первых, это все учитывать, контролировать, собирать информацию, во-вторых, разговаривать с людьми, потому что иногда все-таки мы не можем сделать того, что они хотят, да, и нужно здесь поработать над их ожиданиями каким-то образом. Вот, наверное, здесь основное было. Затык и сложность. Добрый день. Михаил, Почтовой технологии. Вопрос такой. Слышно? Да, да, да. Да, такой вопрос. Вот в части интересности проектов. Как вы оценивали результаты? То есть это же такая субъективная история. Отслеживали прогресс? Да, сори. Это субъективная история, и именно субъективно мы ее и хотели сделать изначально, да. То есть наша задача была сделать так, чтобы сотрудники получали удовольствие от своей работы, да. И нам не важно, допустим, если проект реально интересный, и человек оценит его на троечку, да. Нам, ну, это не является хорошим результатом для нас. То есть для нас важно, чтобы люди, несмотря на то, какие бы они ни были, крутые, некрутые и так далее, да, они кайфовали, они оценили на 5, 6 и выше. Вот. И в этом была как раз идея вот этих всех ротаций, изменений и переформатирования команд, чтобы на проектах были именно те, кто, соответственно, оценивает высоко тот результат, который они получают от работы, тот кайф от того проекта, на котором они работают. Добрый день. Меня чуть опередили по интересности проектов, но все-таки есть проекты объективные, интереснее, чем другие. Как вы боретесь с тем, что люди, понимая, что у них есть такой вариант перейти на другой проект, на более интересный, или что-то еще, как вы их мотивируете именно остаться на проекте, который менее интересный или менее доходный? Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле я бы не сказал, что мы их сильно мотивируем остаться. То есть вот там был блок как раз про компенсацию дискомфорта, скажем так, да. Вот эта история, когда ты заходишь на проект, долго на нем работаешь, и дальше уже не важно, там есть проекты интересные, нет проектов интереснее. Мы договорились, да, у нас есть некоторый контрактинг, что ты, дружище, отработаешь там несколько лет на этом проекте. Мы, соответственно, здесь чисто финансово пытаемся компенсировать. Но опять же, это никак не прерывает процесс развития человека, да, он также может развиваться. С точки зрения финансов разницы нет, на каком проекте ты работаешь, да. Разница может быть лишь только с точки зрения того, как быстро ты развиваешься на этом проекте, да, как быстро будет расти твоя зарплата. Ну, у нас, в всяком случае, это так. Соответственно, если там человек, конкретный человек, да, видит другой проект, говорит, что там интереснее, здесь неинтереснее, я хочу работать там, а не здесь, да, ну, для нас это, по сути, запрос на ротацию, мы его обрабатываем. Только в этом случае, наверное, да, если он не говорит там, меня, извините, тошнит от того проекта, который я делаю, да, куда-нибудь меня, пожалуйста, поставьте, а просто есть что-то интереснее, я хотел бы попробовать, да, то это не история про то, что нужно срочно все бросать и ротировать его, да, а это история, что можно построить план там на 6-9 месяцев, допустим, плавно его вывести с одного проекта, перевести на другой. Вот мы примерно в таком режиме пытались. Ну, окей, допустим, вы запускаете новый проект, совсем новый проект, и, в принципе, вы можете со старых проектов, которые заканчиваются, перебросить людей. Так и делаю. Но им не очень интересно, например. То вы нанимаете новых тогда? Если все говорят, да, это ерунда какая-то, мы тут 100 классных проектов сделали, а тут какая-то фигня, мы не хотим. Ну, здесь в такой ситуации хочется немножко включить менеджера, да, дружище, мы на работу ходим, да, ты как бы за это деньги получаешь, за то, что делаешь. Понятно, что может быть что-то неинтересное, окей, давай тогда мы договоримся о каком-то вменяемом сроке, да, через который мы тебя выведем с этого проекта. То есть, допустим, хорошо, ты заходишь туда, но на 9 месяцев, да. Через 9 месяцев мы тебя выводим, ставим на другой проект, если тебе вообще никак не хочется этим заниматься, да. В противном случае, ну, иногда извини, но это жизнь, это бизнес, нам придется делать проект. Спасибо. Последний вопрос, успеваем. Спасибо за рассказы, очень интересно было слушать. Вопрос про менеджмент и про затраты. На самом деле два вопроса, а не один. Вначале был слайд про то, что затраты на менеджмент были порядка 30%, и в итоге пришли до 10%. Куда делись те люди или те ресурсы людей, которые делили как-то, и что в итоге стало? Смотрите, там какая была история, там интересный баланс, вот это перетекание песка в часах, да. То есть было порядка 60% утилизации и порядка 30% как раз-таки вот менеджмент оверхеда. И зачастую вот эти как раз там 20% разницы, это то, что делали инженеры в рамках вот этих people-менеджерских задач, то, что не билилось, за что не платил заказчик. Соответственно, мы просто это, по сути, запретили. Люди пошли делать работу, да, на которых нанимали, что они должны были делать. И таким образом мы, по сути, вот перетекли вот эти вот 20% в утилизацию, получили 90 плюс процентов. То есть это те же люди, там, естественно, любая реорганизация, она сопряжена с какими-то изменениями кадровыми, скажем так, да. Но их было минимум на самом деле. Поэтому это, по сути, просто те же инженеры, которые пошли работать на проектах в основном. Спасибо. И еще второй вопрос. Это про финансовую сторону. В итоге получилось так, что добавили каких-то мотиваций финансовых, в том числе добавили обучение, добавили, короче, разных вещей, которые тоже затратные. А что в итоге получилось по сумме затрат на людей, что ли? Я понял. Смотрите, здесь надо немножко шаг в сторону, наверное, делать изначально, да. То есть почему вообще возникла реорганизация? Мы стали считать, смотреть, поняли, что с той маржой, с которой мы живем, мы жить дальше не сможем, да. Соответственно, мы подвели максимальную маржу, какую могли, да, и стали вот ее достигать. Ее, по сути, достигли таким образом. А дальше мы стали смотреть. Вот у нас есть хорошая эффективность, мы тратим мало денег, и, соответственно, есть проблемы с людьми. С каким уровнем маржинальности мы готовы дальше жить, да, чтобы это было нормально, и при этом немножко снизить, наоборот, увеличить тот вот буфер ресурсов, который мы хотим тратить на people management, на обучение, вот это вот все, да. Мы вывели вот эту некоторую там дельту составляющую, с которой мы готовы жить, и именно в рамках этой дельты постарались внедрить какие-то активности, чтобы это не съело нас с точки зрения финансов, и в то же время добавило мотивации для сотрудников с точки зрения people management. На текущий момент и текущую ситуацию идеальный получился баланс? Он не идеальный, но неплохой. Вот с этим можно достаточно хорошо и качественно жить. Понятно, что всегда есть куда работать, над чем работать, куда улучшаться, да, но в принципе нормально. Вот я бы так сказал. И какой следующий шаг? Я бы охотно ответил на этот вопрос в кулуарах, потому что следующий шаг вообще выходит сильно за рамки этого доклада, максимально просто, в связи с разными событиями. Спасибо. Какая замечательная подводка к дискуссии в кулуарах, но у нас, прежде всего, есть задание для тебя. Какой вопрос был самый интересный? Да, спасибо. От нашего спонсора Газпромбанка. Мне понравился, наверное, больше всех предпоследний вопрос. Вот мужчина где-то там в конце зала. Про что? Про интересность проектов, как мы вот разбирались с тем, что кому-то неинтересно, допустим, работать на каких-то проектах. Да, присоединился бы к этому вопросу и сам, действительно. Спасибо. У нас еще для тебя есть сувенир. Держи наш традиционный. Спасибо большое. Ждем всегда на нашей конференции с новыми интересными докладами. Поприветствуем. В смысле аплодисменты. Спасибо, коллеги. Поприветствуем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok